Здравствуйте! В эфире новости телеканала ТУВА-24 в студии Айдана Ховалых. И сегодня в выпуске. В Туве празднуют День защиты детей. Уполномоченные по правам человека и ребенка будут сотрудничать с прокуратурой. Тувинские байкеры и госавтоинспекторы подарили автолюбителям детские кресла. На улицах Ленина и Кочетова появятся парковочные места. Сегодня в Туве отмечают День защиты детей. После двух лет ограничительных мер долгожданный праздник проходит с размахом. Айрасат продолжит тему. Поздравляем с Днем защитника детей! Ура! Мы вам желаем хорошо учиться, ребята, слушаться родителей. Любимые мультгерои радуют и поздравляют маленьких жителей и гостей столицы с Днем защиты детей. В молодежном парке развернули несколько тематических площадок. На одной из них проходит республиканское открытое соревнование по робототехнике. Союз молодых ученых и специалистов Тувинского научного центра проводит викторину по ботанике, зоологии и географии. Так у детей была возможность познакомиться с птицами, насекомыми и мелкими млекопитающими. Но не только познакомиться, но и увидеть воочию. Представили в качестве демонстрации череп мелких млекопитающих. Они собраны с наших полевых исследований. Федерация компьютерного спорта развернула площадку, где дети поборолись друг с другом и выявили сильнейших виртуально. Сегодня защитники организовали интересные игры для детей. Дети там играют. PlayStation, UFC и Mortal Kombat играют весело. Два раунда бесплатно. А на сцене молодежного парка выступают юные таланты. Празднование Дня защиты детей продолжилось с концертом. Айрасат Бьяноюна Замато Чур, Тува 24. В связи с разделением полномочий по правам ребенка и по правам человека, новые омбудсмены Сайзана Туву и Александр Адыгбай подписали соглашение о взаимодействии с прокурором республики Сергеем Дябкиным. Подробности далее. С начала 31 мая соглашение с прокурором Тувы Сергеем Дябкиным подписал детский омбудсмен Сайзана Туву. А сегодня подпись в документе поставил уполномоченный по правам человека Александр Адыгбай. Без прокуратуры за прошлый год мы не смогли обойтись. Больше половины заявлений, которые поступало от граждан, требовало вмешательство прокурора. Они в большинстве случаев получили подтверждение и благодаря вмешательству прокурора их проблемы были решены. Хотелось бы подчеркнуть, что не только в республике Тува мы осуществляем взаимодействие, но и фактически по всей России. Цель подписания этого соглашения – более оперативный обмен информацией, имеющейся в нарушениях прав граждан, социально незащищенных, в первую очередь несовершеннолетних детей-инвалидов. Соглашение подписано бессрочно. С уполномоченным по правам человека Александром Адыгбаем прокурор республики Сергей Дябкин провел прием граждан. По поступившим обращениям поручено организовать проверки. Омбудсмен отметил результативность сотрудничества. 1 июня – это не только День защиты детей, но и Всемирный день родителей. Байкеры Тувы при поддержке госавтоинспекции региона провели акцию «Внимание, мотоциклист». В ее рамках подарили водителям с детьми автокресла. Сайген Бербю продолжит. С праздником всем! Акцию организовали у памятника Юрию Гагарину. Представители Миндор-Транса, сотрудники ГИБДД и мотоциклисты дарят автокресла. Для госавтоинспекции и Министерства дорожно-транспортного комплекса, для тех, кто реализует федеральный проект безопасности дорожного движения, самым главным является обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. В этой связи мы сегодня раздаем полезные аксессуары безопасности в виде нарукавников со световозвращающими элементами, а также специальных рюкзаков. Особый интерес у детей и взрослых вызвали образцы мототехники байкеров-туристов из специального мотоцикла ДПС. Байкеры Тувы сегодня принимают активное участие в профилактике дорожно-транспортных происшествий. Акция направлена на привлечение внимания автолюбителей. Зачастую автолюбителей просто-напросто не занимчают мотоциклистов, не признают нас как полноценных участников дорожного движения. Кроме того, мы призываем автолюбителей к безопасности детей и приготовили подарки от нашего мотосообщества в виде детских кресел. Байкеры и дорожные полицейские Тувы отмечают, что в республике стало снижаться количество ДТП по вине мотоциклистов, повышается дорожно-транспортная дисциплина. Однако с начала мотосезона водители автомашин не сразу вспоминают, что на дороге появился малогабаритный транспорт. С начала года произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Ранено 9 человек. ДТП происходит ввиду того, что автомобилисты не воспринимают их как полноценных участников дорожного движения. Мототуристы, путешествуя по всем дорогам необъятной страны, часто становились свидетелями ДТП с пострадавшими детьми. Сами, являясь родителями, мотоциклисты обеспокоены тем, что зачастую дети получали травмы именно из-за отсутствия детских удерживающих устройств. Пользуясь возможностью совместной с госавтоинспекцией акции, Тувинское мотосообщество приобрело детские автокресла и вручило их автолюбителям, чьи дети не были защищены специальным устройством. Госавтоинспекция напоминает, что использование детских автокресел наравне с ремнями безопасности в разы снижает риск погибнуть, либо получить травмы в ДТП. Говорят, что вы испытаете спрыск адреналина, надо побывать в бою или прокатиться на мотоцикле. Так оно и есть. Сайген Бирбел, Вадим Ресурту, Казамат Очур, Тува-24. В Национальном парке Республики прошел митинг в поддержку специальной военной операции на Украине. Первые добровольцы Тувы, участвующие в спецоперации, поздравили детей с праздником. Ветераны спецподразделений поддержали тувинских солдат, которые находятся на Украине. Поддерживаем наших бойцов, чтобы подарили нас такое чистое небо. Ура! Поддерживаем наших бойцов. Ура! 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 Древнее estable, удовольствие из Тувы одни из первых отправились на Украину для участия в специальной военной операции для борьбы против фашизма и за мирное небо. Наши ребята, члены ветеранской организации, ветераны спецподразделения, они за то, что нацистские силы выражали миру нашей родине, России. Вот они, наши ребята, поехали добровольно уничтожать фашистские силы. Митинг в поддержку наших земляков завершился песней ветерана и участника специальной операции Альберта Мады. Сегодня в перинатальный центр Тувы поздравить роженец с выпиской пришли активисты партии «Единая Россия». Подарили распашонки от местных производителей. Подробности далее. Сегодня в перинатальном центре много гостей. Родители с рождения первенцев поздравляют в рамках проекта «Крепкая семья». Подарки предоставили местные производители. Это распашонки и родильные наборы. От имени Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия» я от себя лично решил поздравить молодых родителей сегодняшним днём, Международным днём защиты детей, в этот знаменательный день, приехать с коллегами и поздравить наших молодых мам с этим событием. Поздравляет родители и «Единая Россия» родителям благополучия, малышам крепкого здоровья. Пожелали им, в первую очередь, крепкого здоровья, во-вторых, благополучия. И партия «Единая Россия» этой акцией также поддержала местных товаропроизводителей, которые выпускают продукцию для маленьких детей. Родильные наборы также направили для рожениц отдалённых районов Тувы. На центральных улицах Кызыла горожане замечают вырубленные тополя. Дорожники объясняют, что на этих местах будут парковочные. О ходе ремонтных работ на дорогах смотрите далее. В Кызыле зарегистрировано 50 тысяч автомобилей, в Туве – 70 тысяч транспортных средств. В центре города нехватка парковочных мест. Водители вынуждены оставлять свою машину вдоль дороги. По всей улице Ленина и от кинотеатра «Найрал» до остановки «Мангулек» по Кочетово создают дополнительные парковочные места. Дорожные работы по улицам Университетская, Буренская, Степана Саругола, Аюна Кюрседи и по улице 90 лет Тар завершатся в течение месяца. Новый комплекс медицинский на улице Байхакская, который на сегодняшний день, там не обустроена именно транспортная инфраструктура. Там будет и конечная остановка для маршрутных средств, и будет парковочное пространство. Перед 9-й гимназией города Кызыла от улицы Лапсанчапа до Иркутской теперь появились парковочные места, новая асфальтированная дорога с тротуарами и ограждениями, а также ограничителями скорости перед пешеходным переходом. По улице Пушкина и по маршруту Кызыл-Вавиленские дорожные работы завершатся в августе. По улице Звездная к этому же времени завершится первый этап асфальтирования. Дорожники республики призывают водителей быть внимательными для безопасности пешеходов, в особенности детей. В Доме народного творчества состоится концерт Тува-джаз-бэнда. Тува-джаз-бэнд за время своего существования на одной сцене играл со многими известными в мире джаза музыкантами. Игорем Бутманом, Алваном Джонсоном, Владимиром Толкачевым, Петром Казимиром, Валерием Симоновым и другими. Концерт с Мелвином Тревисом и Алексеем Черемизовым состоится 3 июня. Это были новости на Тува-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.